В кабинете иностранных языков гимназии непринужденная атмосфера. Свободное общение, шутки и смех. С первого взгляда не скажешь, что здесь собрались представители абсолютно разных культур и национальностей. Язык диалога английский. Гейл Шварц, на нем общаться проще всего, девушка приехала из Америки. Впрочем, рассказывая о себе журналистам, Гейл пытается продемонстрировать и знания русского. С начала учебного года по международной программе обмена в Кировских и Кирово-Чапецких принимающих семьях живут 7 школьников-иностранцев. Целую неделю ребята гостили у Слобожан. Побывали во многих местах. Во-первых, мы показали, что первое, что они увидели, это наш город. Они приехали к нам в воскресенье и первая пешая прогулка по городу. Основная достопримечательность и центр города. Во вторник мы были в Доме детского творчества, где нас радушно приняли. И с нами провели три мастерских, три мастер-класса. То есть ребята научились делать мягкую игрушку. Ребята попробовали себя в исполнении декупажа и квиллинга. Для них это тоже было новое, но мы устали. Но тем не менее, очень довольны остались тем, что они увезли три сувенира с собой, которые они сделали своими руками для своей семьи, может быть, в своей родной стране. Все началось давно, когда я познакомилась с девочкой из Белоруссии, которая научилась русскому алфавиту. И с этого момента появился интерес к России. И когда волонтеры ФС пришли в школу, она решила, что она поедет в Россию. Николь приехала из итальянской деревни Киров, в котором предстоит жить весь учебный год, ей кажется большим и интересным городом. А вот француженка Луна, напротив, считает его маленьким. Россия – самая большая страна в мире. И интересно узнавать все больше о России. Много узнала в России, несмотря на то, что было очень трудно. Что касается Кирова, мне очень нравится пребывание в городе, но нравится встреча с людьми, и благодаря этим встречам жизнь в Кирове нравится. Слободской встретил большим количеством снега, очень красивые, уютные, очень приветливые люди, и пребывание в Слободском тоже очень запоминается. Во Франции люди все время улыбаются, они очень эмоциональны, экспрессивны, они очень любят проводить время, не только в школе, дома, но и очень часто выходят. Это совершенно другая жизнь, и иногда Луна скучает по этой жизни. В Италии люди очень дружелюбные, очень легко подружиться с любым человеком в Италии, тоже очень улыбчивые, и иногда этого не хватает на наших, на российских лицах. Ребята общаются на самые разные темы, сравнивают особенности шоппинга в своих странах, и здесь много шутят и рассказывают о себе. Чедапа любит улыбаться, она любит слушать музыку, читать книги, любит кино. Она ходила в кино в Киро и поняла все, о чем было сказано в фильме. Любит очень читать, особенно фэнтези, любит смотреть фильмы этого жанра, и когда есть свободное время, любит рисовать. Я люблю читать кино, музыку, баскетбол, свэнтези и гольф. Воня, Гарри. Любимый фильм? Какой фильм? Гарри Поттер. Туайлайт. Туайлайт, смотри. В Россию каждый ехал со своими представлениями о стране и людях. Некоторые стереотипы были опровергнуты, другие кое в чем оказались верными. Ну, да, холодно. Красивые девочки. Это правда. Русские плохо водят машину. Лодка, балалайка. Меховые шапки. Стереотипы не подтвердились. Немножко. Прошедшую неделю иностранные гости жили в слободских принимающих семьях. Довелось принимать первый раз, но мы уже ездили до этого в другие страны. Там нас тоже принимали приемные семьи. Так как принимали нас там, мы постарались так же сделать у себя. У нас это практически получилось. Ну, у нас это не в первый раз, но раньше у нас как. У отца по работе, это были в основном взрослые люди. Поэтому они уже хорошо говорят по-русски. А вот тут достаточно интересно общаться с иностранцем. Тем более, когда он еще нехорошо понимает по-русски и объясняет некоторые значения. Бывает иногда даже забавно. За довольно непродолжительное время общения ребята успели подружиться. Иностранные школьники обещают, обязательно приедут в гости еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.